Сейчас еще об одном законе, об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации, получившей неофициальное название закона Клишеса-Крашенинникова. 14 декабря он был окончательно принят в Государственной Думе и одобрен Советом Федерации. Напомню, что его рассмотрение началось в федеральном парламенте в начале ноября, затем региональные законодатели вносили свои предложения поправки. 9 декабря Госдума обсудила их, поправок набралось более 400. К этому закону особое отношение. Об этом можно судить и по времени обсуждения проекта. В процедуре второго чтения документ стоял на 8 месте. 70 пунктов повестки дня ему посвятили около 3 часов времени из 5, в течение которых шло заседание пленарной сессии высшего законодательного органа страны. В Татарстане, как мы знаем, к нему особые отношения по разным причинам, но в том числе и потому, что республика сейчас единственный регион России, где высшее должностное лицо именуется президентом. Сенсации не случилось. Федеральные законодатели решили, что в стране должен быть один президент, а высшие должностные лица в республиках, областях, краях, округах должны именоваться одинаково и избираться могут не только всеобщим голосованием жителей региона. В пункте 2 статьи 20 вышеуказанного законопроекта говорится «Высшее должностное лицо субъекта РФ избирается гражданами РФ или депутатами законодательного органа субъекта РФ на 5 лет». А пункт 4 той же статьи гласит «Наименованием должности высшего должностного лица субъекта РФ является глава с дальнейшим указанием наименований субъекта РФ. Правда, в следующем пункте есть уточнение. Конституцией, уставом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено дополнительное наименование должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, которое может указываться в нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации после закрепленного настоящим федеральным законом наименования. Такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства президента Российской Федерации. Проект закона был принят большинством голосов 330 за, 89 против, двое воздержались. Среди голосовавших против были и представители Единой России, несмотря на то, что инициаторы этого закона тоже представители партии власти. Конечно же, не поддержали своих коллег некоторые представители Татарстана, но не все.